Как раз по ветру. Видите, насколько глубоко и быстро летит мяч после приема Бэтни Матексенс. Как раз говорит о ветре. Ну и первый довольно затяжной розыгрыш на задней линии. Польская теннисистка выходит вперед к сетке. И замечательный розыгрыш мы с вами увидели Агнешке. Может быть, ей немножко мощи не хватает, но по мышлению своему она, конечно, входит. И замечательный еще один удар. Быстрее мяч летит после удара с подачи от Бэтани. 181 сейчас был результат. Очень неплохой результат для женского тенниса. Конечно, бывает и посильнее, но 181 очень прилично. Классно играет Сенс и в очередной раз показывает. Помог сейчас ветер. Сенс еще раз помог. Посмотрите, попадает два раза в линию. Выходит к сетке и 30-0. Ну класс! Класс! Которая делала себе платье из кусков мяса. Ну и, в общем-то, Бэтани Матексен. Специальный модельер нетрадиционной сексуальной ориентации. Ей помог сделать платье на Уимблдон. Вот в таком стиле. 40-15. И Бэтани Матексенс завершает этот гейм. Должна завершить, да, в свою пользу активно. Поединку с Агнешкой Радванской. Посмотрим, каким приемчиком она научилась из этой трансляции. Ну, по крайней мере, визуально выглядит довольно устрашающе. Ну что, классно. Разложила сейчас Агнешку Радванскую. Разложила игрока. Первая подача от мощной предыдущей. 177. И Эйс. Бэтани Матексенс. Больше. 4. А у Радванской 139. А вообще, американские теннисисты славятся мощью исполнения подачи. Вы вспомните, и Родика. Виктория Азаренко 3-1 уже тем временем ведет против Хидер Уотсон. Хидер Уотсон та самая девушка, которая играла с Шараповой первый раунд на US Open в прошлом году. И ему было даже сет. И посмотрите, продолжает, продолжает. У нее сейчас... И опять активно, агрессивно играет Матексенс. Выходит к сетке и берет гейм на подаче Радванска. 3-2. Ну и Виктория Азаренко 4-1 у Хидер Уотсон в первом сете ведет. Опять в линию попадает... В заднюю линию попадает Бэтани Матексенс. Бэтан с недоторовым вот этим показателем он вклинился буквально в корт, в заднюю линию и 15-0. А вот и 30-0. Здесь можно было не сомневаться. С мощью данных кортов в Мельборн-парке. Хуан Мартин Дель Поттера попал в сложную ситуацию. 1-5 он проигрывает Адриану Монорино и по 30 имеет на своей подаче. Ну, какова сейчас Матексенс? 2-5. Понятно, что Довыденко сейчас... Это не тот Николай Довыденко, который был несколько лет назад. Который являлся одним из главных... 16 активно выигранных мячей у Бэтани Матексенс против одного всего лишь. А вот и 17-й против всего лишь одного у Агнешки Радванска. Атаковать, атаковать будет, конечно, Матексенс. И вперед к сетке. И как здорово она все это делает, да? Говорил я вам... Мы увидим сетбол, если он будет. А он сейчас есть. 40-30. Вот после этого гейма, наверное. Я так понимаю. А тем временем... Матексенс. Полет у этого мяча. И больше. А это уже Матексенс. Кубот. Польский теннисист. Разгромил неожиданно Николас Альмагра. Это 10-ю ракетку турнира. 6-1 на корте номер 6. Но... А в очередной раз классно играет Матексенс. Вот одна из этих четырех спортсменок станет соперницей либо Матексенс, либо Радванска по третьему раунду. В четвертом круге, скорее всего, Франческо Скьявона или Джулия Гергис. Это две теннисисты. Сейны. Картфинала у меня мало сомнений вызывает. Вот смотря сетку у Азаренко очень на сей раз абсолютно проходимая сетка. И вероятность того, что мы увидим белорусскую теннисистку в восьмых сильнейших на этом турнире очень-очень. Пять утра. В Мельбурне полдень. Хорошая погода. В очередной раз я вам сообщаю об этом. 26 градусов сегодня по Цельсию. Вот приходит на ум мне история о том, как Виктория Азаренко в свое время снималась с турнира, как раз вот здесь, на Австралийн Опен, против Сирены Уильямс и из-за солнечного удара. Светаут для профессиональной теннисистки, которая выполняет очень много подач каждой день на тренировках и в официальных матчах. Но бывает и такое. По традиции Смэш забивает Матрик. Но его отыгрывает Радванска. Второй игрок. Имеет 1-1. И сейчас у него брейкпоинт. 30-40 у Чиппала. Есть шанс у Довыденко уйти в отрыв, что он и делает. 2-1. И будет подавать. И Данелиду 6-3 и 1-0 ведет. А тем временем очередной классный удар от Бетани Матек Сенс. Слышим мы в ее... Достанет этот мяч Сенс и пускает его по линии точно. Зарабатывает на четвертый. Вот этот удар, наверное, Бетани Матек Сенс будет помнить довольно долго. Все она в этом розыгрыше сделала. И он берет в том сети, в котором имела большие неприятности поначалу. Но Матек Сенс продолжает. В очередной раз классно укорачивает Бетани Матек Сенс. Ну а дарю уже на внутренней стороне правого бицепса. 40-15. Встречаются девушки в первый раз. Друг с другом. Я уже отмечал, что, на мой взгляд, довольно удивительно. Все-таки много лет уже провели в туре и американка, и польская. Классно, как прочертила линию справа сейчас Матек Сенс. И очередной укороченный удар от Матек Сенс. И тайбрейк. В первом сете тайбрейк. Затяжной первый сет. Более убийственной подачи у Радванска нет. Принимает подачу Сенс. Завязывается розыгрыш. И как здорово сыграла американка. Ай, молодец! Тайбрейки и сократить до минимума свое отставание от Радванска. Нужно атаковать. Нужно атаковать Матек Сенс. Она это и делает. Это ее шанс в этом матче. Отличный очередной. У Радванска сетболов не было еще в первой партии. И вот он первый сетбол, насколько я понимаю. В этот бодрый московский час ранний. Комон! Слышится от Бетта Нематек Сенс. Чем процент брака у американки. По семи. Еще один укороченный. И зря пропускала Радванска. Ну, Агнешка. Ведь и в паре тоже. Сейчас не стала рисковать уже Матек Сенс. Но следующим ударом прострелила. Ну, молодец! По десяти. Потрясающий. 39 активно выигранных мячей у Матек Сенс за первый сет. Дорогие друзья, таких цифр я не помню в женском теннисе. Да и в мужском. Чтобы в одной партии 39 уинерсов. Это просто фантастика. У Радванской шесть всего лишь. Классно играет. Классно играет Матек Сенс. 11-10 она ведет. И зарабатывает седьмой сетбол. Ну, вновь на корт. Все, внимание. 11-10. Очередной сетбол. И партия заканчивается в пользу Матек Сенс. Очередная мощная подача. 180 км в час. 75 минут. Классная первая партия от Матек Сенс. И Агнешки Радванской. 12-10. Напомню, закончился тайбрейк в пользу Матек Сенс. Которая готовилась к этому матчу. Просматривая поединок американскому футболу с участием ее любимой команды Джайанс. Активно начинает Радванская. Матек Сенс большие проблемы. На старте второго сета. Тройной брейкпоинт. Ну вот сейчас в очередной раз ветер сыграл в пользу американки. Потому что мяч-то, в общем-то, уходил в аут после вот этого двуручного бэкхэнда. Но посмотрите, вот насколько ветер закрутил. Лучше идем по расписанию. Нет, пока матч с участием Ралины Воскобоеву. Последним запуском на корте номер 7. Цинины Викмайер. И вы знаете, я думаю, что у Галины Воскобоевой есть шансы в этом матче. Она играет очень хорошо на телеканале Евроспорт. Сейчас Николай Саприн работает для вас на матче Куана Мартина Дель Поттера и Адриана Монорина. Сенс и всего лишь 8 у Агнешки Радванской. Но вас это не должно вводить в заблуждение. Потому что сегодня у Бетани Матек Сенс один из самых высочайших в истории вообще женского тенниса. Такие топики тоже любила в свое время Матек Сенс. Яркая девушка. И очередной активно выигранный мяч. 6-1, 6-2, 3-2 и подает. Женился, кстати, недавно Андерсон. Так что хорошим психологическим. В первую очередь. А вот свою. Но сумела тут же восстановить статус-кво. И сейчас может уже и повести в втором сете. Так и происходит. 2-1 Сенс ведет. И после небольшой паузы будет подавать уже Радванск. Он, может быть, продолжается неделю. А остальные 3-4 недели ты все равно вкатываешься в новый сезон. Начинаешь уже тренировочный процесс. Поэтому можно сказать, что за год. Ну и можно предположить, что если этот матч затянется на 3 сета, то это под 80 уинерсов будет сегодня у Матек Сенс. Он на своей подаче имеет. И еще один уинерсов. Такому расширенному общению. Ведь она сейчас вторая ракетка мира. И очень у нее большие шансы на то, чтобы стать первой по итогам этого турнира. И Квитова говорит, что, вы знаете, в детстве очередная хорошая подача прошла у Бетани Матек Сенс. И еще одна. Смоешь, соцкок. 40-30. Да, идет Бетани Матек Сенс. И Эйс проходит в этот момент у Радванских. 40-0. На то, чтобы остаться в втором сете. Продолжить борьбу за вторую партию. Очередной укороченный удар американки. И очередная победная комбинация с использованием укороченных. 30-0. У австралийца на подаче. Моннарино и Хуан Мартин Дель Поттера в третьем сете по пяти и по сету. В украинском противостоянии по сету взяли соперники Сергей Стаховский и Илья Марчин. Ну, а у нас пять. Бердич и Рамос сошлись на Маргарит Корт арене. 6-5. Томаш Бердич ведет в первом сете. И подавать будет Альберт Рамос. Ну, а у нас начинается 10-й гейм. Все сейчас плавно пересечет в третий сет. Либо мы увидим продолжение второго сета. И вполне вероятно второй дайбрейк в этом поединке. Но для этого в этой аниматах Сенс нужно сделать брейк в этом гейме. Классный вновь прием в это аниматах Сенс продолжает Американка. С довольно высоким процентом брака. Но уж очень много сегодня уинерсов у в это аниматах Сенс. И очередной сейчас мы... Ветер. В очередной раз мешает подавать Радванска. Но только не этому попадящему удару. И сет остается за Гнешкой Радванской. И продолжает набирать Американка очки своими. Игутенко осветили. Что еще? Вот интересный матч ветеранов тура. Мельцер и Карлович. Здесь пахнет пятью сетами. Но пока лишь первая партия и по три. Вообще столько событий уже в этом матче было. Настоящий триллер. Классный матч. Классный. Что делает Матекс Сенс? Она просто... И обещают нам наши французские коллеги показать сетбол. Мориты. После завершения вот этого гейма. Он завершается. 1-0. Матекс Сенс ведет. В решающем третьем сете. Классный матч. Корт номер восемь. Переносимся. Наиболее любимым. И для американки, и для польской теннисистки. Хотя... В большом счете это универсалы. А у Николая Довуденко неприятная ситуация. Он проиграл гейм на своей подаче в четвертом сете. Но, в общем, борьба продолжается в этом гейме. И еще далеко не все в нем ясно. К тому же вот так вот классно в очередной раз действует бетаним Матекс Сенс. И насколько у нее... 53. Могла Матекс Сенс обвести уже свою соперницу в этом розыгрыше. Могла, но пару раз не удалось. Потрясающе. Просто фантастика. Настолько здорово сегодня исполнять. Абсолютно на равных. Отыгрывает это очком от Эксенс. Россиянка, которая пробилась в основную сетку турнира Большого Шлема из квалификации. И ее сегодняшняя соперница Клавия Пинетта. Очередной укороченный. Но вот на сей раз, кстати, не слишком здорово исполненный мяч. Как вы видели, отскочил довольно высоко. А вот уже ответный укороченный от Агнешки Радванской. Сегодня она не очень успешна в их исполнении. Но сейчас все получилось. И наконец-то гейм... Попытка третьего укороченного в одном гейме. И на сей раз гейм не удался у Матэксенс. Все три укоружили этот квалификационный путь в Мельбурне на сей раз. Кто еще приходит на память из тех, кто прошел ситоотбор? Александр Кудрявцев, Валерия Савиных также пробилась в основу на сей раз. Она играет сегодня, я имею в виду, Братчикову с флаком. Все-таки Нина Братчикова по большей части играет турниры из серии ITF. Челленджеры с призовым фондом 50-75 тысяч долларов. Да, порой играет она. Удовольствие от проведенного времени на корте. И удовольствие от результата. Отыгрывает. Но Матэксенс есть все шансы побороться за этот гейм. Она это понимает и как здорово играет в очередной раз. Вот еще интересные цифры статистики. В матче разыграно 214 мячей и счет абсолютно равный. Но Матэксенс так просто не сдастся. Тем более, это лакомый кусок для Матэксенс. Она входит в корт очень глубоко на второй подаче Радванская. И атакует просто дико. И сейчас она сыграла отличным кроссом слева. Матэксенс будет первым подавать в пятом сете. И очередной обводящий удар. На сегодня раз по линии. До этого кросс слева. Сейчас по линии слева. Два очередных уинерса. И счет по два. 15-0. Тем аргентинец определяет ситуацию в свою пользу. Один из фаворитов этого турнира. В общем-то 6-1, 7-5 и 4-2. Ведет аргентинец в четвертом сете. Кто-то остался за Чехом 7-5. Ну и Нина Братчикова, посмотрите, сделала брейк против Флавии Пинетты. 2-1. И будет подавать. Температура сейчас в Мельбурне 28 градусов по Цельсию. 2. Очень и очень повезло нам с таким поединком. И 0-15. Радванско предыдущий. Новоукороченный прошел. Затем все стандартно для этого поединка с Вичой. Немножко не проследил я за первым розыгрышем. 30-0 у Радванско в этом шестом гейме. И очередной эйс. Двумя брейками 5-2. В итоге лишь на тайбрейке. Завершилась та партия. Кто пока... Похоже, она свой момент сейчас уловила. И вот на этой волне набирает сейчас очко за очком. Очередной классный розыгрыш Агнешки Радванско. И на всех парах она мчает. Соперница. Такой решающий момент. 9 очков подряд взять дорогого стоит. Ну не все так просто. Не будем забывать, что сегодня Бетани Матоксенс выполнила уже огромное количество уинерсов. Это был 80-й активно выигранный мяч американской теннисистки. Так что поборется она еще за этот гейм. Тем более, обладая довольно плотной подачей. Делаешь. Нужно прислушаться к мнению судьи на вышке. Продолжать борьбу. Потому что споры ни к чему не приведут. А вот это отличный обводящий удар Агнешки Радванской. И с двумя брейками она уже ведет. Весь поединок Бетани Матоксенс, но в последних двух геймах последовал откровенный провал с ее стороны. И не сказать, что какую-то выдающуюся игру показала Радванско. Да, было несколько хороших приемов и обводящих ударов. Но слишком уж неудачно и неубедительно в этих геймах выглядела. Подача в самом начале пятого сета. И он уступает 0-2. И более того, сейчас на своей подаче имеет 0-30. Играет он, напомню, с Флавио Чиппола, итальянец. Что касается Нины Братчиковой, то на корте номер три. Проиграв первый сет на тайбрейке со счетом 10-12. Она в итоге завершает этот потрясающий поединок в свою пользу. 6-7, 6-4, 6-2. Три часа продолжался матч. Классный поединок. Очень много уинерсов у Бетани Матексенс. Вполне вероятно, что и мировой рекорд. Ну а дальше проходит Агнешка Радванско. Будет играть теперь из Паула Ормайча. Из Аргенции.